всем привет всем здравствуйте сегодня тема прямого эфира снова новый год но сегодня мы с вами делаем в отличие от вчерашних матовые варианты делаем матовые варианты сегодня хочу работать со своими любимыми косичками потому что у меня их на кипре не было мне очень хотелось сделать вот такие варианты с бархатным песком матовые и чтобы косички самим вручную не рисовать у нас есть вот такие классные nail crust и вот бархатный песочек до юлечка это твои варианты будут повторять вот он наш бельбет цент сегодня с бархатным песочком поработаем в общем сегодня у нас блеск практически не будет хотя мне вот такой вот вариант со стразиками очень нравится смотрите как хорошечно да а принесите мне еще стразики вот такие для варюшек классно так поехали ну напомню еще раз что у нас сегодняшнего дня на ими шоу появится коллекция гипнозис вот кто не помнит коллекция гипнозис включает себя я уже делала выкраску и наташа как любина у нас делала выкраску новый наборчик это новогодняя коллекция роскошных оттенков коробочка превращается в подставочку составе набора у нас идет вот такой вот слайдер блестящий и конечно же ложечки с наклеечками вот они с наклеечками так ну вот я даже не знаю здесь видите очень удачно вот под эти два слайдера у нас подходят два оттенка из коллекции lost in time но я уже столько раз работала lost in time хочется поработать уже новой коллекцией вот и мы с вами попробуем сейчас новая коллекция работать только в матовом исполнении мы будем глушить все это матовым топом то что когда мы наносим матовый топ на поверхность блестящих оттенков смотрите какие они прикольные получаются да смотрите очень даже классные так поехали тогда делаем всем здравствуйте всем прекрасного рабочего дня кто будет смотреть эфир в записи ты скорее всего у вас будет что поздний вечер обычно в записи смотрят все перед сном так и поехали снова берем 399 я вчера и много работала вот сегодня предлагаю поработать в матовом исполнении я думаю что будет очень хорошо в матовом исполнении постараюсь нанести в один слой очень красивый оттенок восхитительный вообще считаю коллекция самодостаточно даже не требует какого-либо дизайна сделать какие-нибудь с необычной форму ногти даже возможно огромной длины покрыть от кутикулы до свободного края нанести глянцевый топ и восхитительный готовый маникюр на новый год и больше сюда ничего не нужно даже добавлять вот но мы с вами делаем дизайн мы вчера с вами много кстати в контакт обязательно кого есть возможность зайдите вконтакте посмотрите эфиры там тоже были классные эфиры при помощи этих гель-лаков просушили в центре наносим оттенок чуть светлее и если брать эту коллекцию то можно нанести серебряный оттенок сейчас мы его выложим куда на отдельное место так на что мы нанесем давайте такую палитру чеку возьмем какой цвет боже он мне самый любимый придется наверно две руки делать все таки потому что я хочу я уже который вам день говорю что у меня будет маникюр скорее всего красно зеленый также я мечтаю об этом серебряном хочется взять просто нанести однотонный вариант с этим серебром восхитительный цвет но мы его сейчас будем мотировать поэтому по факту у нас сейчас останется просто как подложка сушим тщательно сушим дальше как я и говорила берем два моих любимых слайдера любименькие мои такие хорошенькие я их обожаю это лесная сказка номер 38 выглядит как лепка под матовым топом вчера вы видели эти варианты под глянцевым сегодня мы сделаем под матовым сегодня будем с вами работать сканди стиль номер 39 вот и сегодня я хочу использовать варюшки получается ключики у нас сейчас пойдут вход так ну поехали там ключик давайте наверно вот и этот ключик возьмем вот такую сухую штучку сделаем просто вертикально в ряд все это уложим и где-то здесь печенька вот она печенька ой сейчас вспомнила у меня сын дима вот который ногу сейчас поломал я когда злиться начинаем знаете как мне говорит у него новый прикол он говорит ой ты моя печенька я же тебя люблю не ругайся пожалуйста прикиньте я мужу спрашиваю лишь откуда он взял слово печенька что это вообще говорит ну он говорит хитрый лис знает как тебе подлизываться я конечно же после этого не могу злиться совершенно так берем топ слайда берем топ слайдер темный фон здесь ниже еще на лукрус нужно сделать под косичку чтобы самой вручную не рисовать здесь у нас они есть черные бежевые белые я на самом деле люблю очень бежевые вот тогда они практически не читаемые но так как у нас с вами фон практически черный получается и черный виден не будет и бежевый будет не виден нас остается только вариант вырезать беленькие вот но я их не очень люблю сейчас не совсем понимаю чушь в итоге получится сейчас посмотрим так всю водичку опускаем так так Так. Девчонки, а дайте мне какой-нибудь набор красок, какой у вас там под руками есть. Мне эмалевые краски нужны. Не дала размокнуть, ну ладно. Лучше всего горячая вода. У меня сейчас здесь прям так довольно таки прохладно. Понятно, кто-то нарисует их просто вручную, эти косички. Сейчас я решила чуть-чуть впритык подвинуть. М-м-м. М-м-м. М-м. 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 печенька и корица там звездочка как она называется что это у нас в глинтвейн кладут все обрабатываем ультрабондом да вот сижу и думаю да что косичек нет на степпинге прямо не хватает сделаем обязательно косички будут вот но уже не на этом новом году берем матовый топ и сейчас смотрим вчера было очень много вопросов как сделать вот такие объемные наклейки что они выглядят как будто их ничем не покрыли на самом деле они довольно таки хорошо покрыты хорошо носятся для этого вы как обычно наносите матовый слой топа самый обычный теперь берете отдельную кисть я очень люблю брать язычок и проходите вот таким образом вынимаете только аккуратно только с поверхности самого рисунка то можно так переборщить что у вас в топа убирает еще и вокруг все сушим сушим а теперь можно взять краски вот мне сейчас девочки не те краски принесли краски нужны пастельные вот но я предлагаю этот цвет краски взять просто мы его сейчас чуть-чуть разбили давайте может быть вот коричневый еще чуть-чуть беленького добавим сейчас посмотрим либо зелененький что сюда коричневый сделаем коричневый у нас были краски я просто не знаю вообще есть наличие по моему их уже нет в наличии краски memories прикольно не с шермиконом в подарок внутри в общем берете им посты краски что есть под рукой но вот у меня краски девчонки дайте мне белую краску либо белую им посту и разбиливаете потому что бархатный песок неважно глиттер у вас или бархатный песок вы добавляете white raffinat можно добавить лучше всего читается вот эта фактура именно на пастельных цветах именно на пастельных цветах так поэтому делаем светлый бежевый оттенок тоже наверно то сильно выбелила вот хорошо будет берем сразу бархатный песочек кто помнит на той неделе я показывала как работать глиттером обязательно присмотрите эти эфиры сегодня работаю бархатным песком и обратите внимание как хорошо объемно сейчас смотрится наклеечка кто-то понятно эти косички быстренько нарисует я люблю работать с трафаретами что как практика показывает на новый год надо все быстро быстро все делать это каждый наверно новый год рассказываю как у меня был случай одна постоянная клиентка много лет ко мне ходила а тогда я делала покрытие лаком и рисовали тоже красками и лаками тогда гели еще цветных не было но уже гель лаков и в помине не существовало и вот помню один такой новый год вроде постоянный клиент ничего не предвещала тут она после того как я и покрыла уже ногти лаком уже нарисовала одну руку красками блестки там добавила страза посреди на космонка катя знаешь мне не нравится я такая смотрю ей в глаза думаю сейчас я тебя просто съем ну деваться короче было некуда все это жидкостью для снятия лака вытерла и давай по новой все это рисовать другой цвет мы выбрали я тогда задержала получается всех следующих клиентов у меня была знаете очередь как советской парикмахерской когда куча людей все друг друга ждут я после того поняла что блин нужно делать что-то очень быстро но при этом чтобы у меня там выручка в деньгах не потеряла вот поэтому я всегда на новый год заранее помню готовила сделала образцы всегда говорила выбираем только из того что я предлагаю ничего не выдумываем вот сейчас пока я коррекцию делаю смотрим выбираем и сразу приступаем и переделывать уже не получится поэтому всем рекомендую подготовиться к новому году заранее сделать образцы чтобы человек только вот пальчиком показал а дайте мне щетку пожалуйста для пыли и 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 когда работаем с бархатным песком с глиттером да по сухому когда мы засыпаем прям сверху на импасту либо на краску обязательно нужно предупредить клиента о том что это шершавая поверхность она цепляет на себя и впитывает все чего клиент касается если она готовит кушать делает себе макияж тональный крем морковка свекла лук поэтому можно брать ватный диск ну лучше даже не ватный диск влажную салфеточку берете что есть под рукой тоник для лица жидкость для снятия лака не знаю водка из холодильника застоявшийся виски и периодически просто протирать ногти выглядят очень тепло по теплому такие ногти вот но их нужно периодически протирать но это как зайти носить обувь то что такое сегодня не мой день господи еще бархатный песок перевернула я сейчас вам признаюсь я только что ноготь сломала себе с мясом просто искала щетку и воткнулась перпендикулярно со всей дури здесь металлическую штуку так сушим так ничего мне делать теперь с этим бархатным песком капец так что я говорила клиентов надо предупреждать о том что это как замшевая обувь и замшевая одежда нужно все равно с утра взяли ролик протерли правильно обувь почистили потому что ну так не получится правильно просто ничего не делая ходить все время бесконечно замшевой обуви в замшевой одежде она на себя все цепляет но зато красиво вот здесь точно такой же принцип катя у меня есть декорации с замочками замочками это ремешки вы имеете ввиду что вот я такого плана и декорации вообще вот очень сильно обожаю какие-нибудь украшалки вот такой вот стразиками прям люблю не могу нужно даже учиться с этим шерми кончиком поработать так этот вариант готов то что можно использовать блестящие гель-лаки и делает на них дизайн просто их нужно глушить матовым топом обязательно обязательно приглушать матовым топом вот и точно такой же вариант смотрите из коллекции lost in time нет вариант конечно с косичками очень нравится просто смотрите с варежками вот они эти варежки просто по кругу стразики получается и вокруг здесь бархатный песок засыпается смотрите просто на базу или либо на топ показать вот этот вариант как делать или его понятно как делать скажите пожалуйста можно попробовать давайте попробуем да и тогда после этого сделаем вот такой нарядный так но возьмем красивый желто-оранжевый цвет берем красивый желто-оранжевый цвет просто делаем однотонное покрытие так берем кисточку все я коллега у меня не болит палец коллекция это у меня memory с краски которые выходили у нас этой осенью не ну я покажу может быть кто-то не знает что можно глиттер бархатный песок засыпать просто на прозрачную базу тоже прикольный эффект получается я быстро сейчас сушим теперь берем варежки варежки я еще не приклеивала берем варежки так водичка топ слайдер я сейчас этот вариант быстренько показываю комментарий временно не читаю топ слайдер берем стразы сейчас посмотрим что тут у нас стразиков есть какие прикольные стразики розовые прикольные розовые опал давайте возьмем этот белый опал так возьмем белый опал ой как же мне плохо когда ты ноготь ломаешь так у нас же тема сегодня же стемпинг люди точно я без стемпинга работаю так сейчас надо к стемпингу переходить так так нужно горячая горячая вода в горячей воде все слайдеры они быстренько раз и все так так покрываем матовым топом ну я предлагаю здесь все не перекрывать матовым топом эти гель краски в европе ну давайте я узнаю были они там или нет галя а ты можешь узнать все краски memories в европе они были в продаже так перекрываем в принципе можно весь ноготь перекрыть хотя нет смысла также отдельной кисточкой вынимаем излишки и сажаем стразы юля принеси пожалуйста базу макси и медиум стразы лучше всего сажать на базу макси либо медиум что у вас есть отличные базы это прям отличный клей для страз стразики у нас будет опал можете себе сфотографировать либо медиум либо макси это идеальный клей для страз европу вообще жестко обделили в этом году сплошное расстройство я считаю что наоборот у нас россию этот раз обделили в европе вышли две самые главные базы которые мы разрабатывали два года причем разрабатывала лаборатория россия но в итоге сама россия не смогла произвести эти базы этого две базы без схема европа смогла произвести потому что мы не смогли завести сырье чтобы произвести эти две базы поэтому я например у меня вся лаборатория здесь в россии рыдали девочки потому что она нереально очень много сил и времени на это положили вот потом у вас там вышел скраб очень классный розовый тоже как я его долго ждала в итоге мы в россии не смогли его произвести потому что ну поставщик с нами отказался работать с россией поэтому девчули ну что-то вас обделили что-то нас поэтому все нормально так я возьму сейчас наверное медиум потому что мне сейчас по кругу их много выкладывать этих стразиков нет в европе краски эти есть так сейчас мы с вами намечаем теперь стразики где у нас будут идти примерно не самый быстрый дизайн что-то я не подумала что мне сразу надо будет выкладывать сейчас я вам закраски memories отвечу девочки с течение эфира шар мекон и банки шар мекон и банки и в понятии их очень не хватает хорошо Продолжение следует... Так, ну, всё, сушим. И берём... Давайте возьмём Теклас, наверное. Вот, берём Теклас. Ковер гёрл, повторить гелекраски. Нет, с красками пока... Нет, девчули. Вот сейчас последняя коллекция, которую мы выпустили, это Мэй Морис. Вот, поэтому вот кто красками работает, надо поспрашивать, у кого у дистрибьюторов есть в наличии. Потому что если поискать, я так думаю, что есть. Может быть, кстати, пара штук и на сайте Эми Шоп есть. Так, теперь берём Теклас. Бархатный песок берём. Берём бархатный песок. И что мы делаем? Нам нужно сейчас вот это вот всё заполнить любым финишем. Можно, кстати, базу. Как раз я к стразикам поближе подхожу. Заодно стразики мы закрепим таким образом. Всё, и засыпаем. Нужно не один раз, а прям несколько раз засыпать. Всё. Кладём в лампу на 2-4 минуты. Так, в чём смысл бархатного песка, кстати? Не в том, что вот эти частички, они прилипнут. Они, конечно, прилипнут-то прилипнут, но они не должны остаться на поверхности краски. Задача взять щётку жёсткую и ободрать эти частички, и у вас останется поверхность краски, на что вы засыпаете. Она испрещрена такими углублениями, и это создаёт эффект ткани, такой тёплой. Вот. Поэтому на самом деле вот эти частички, они не должны остаться, видите, на поверхности краски. Ваша задача – все эти частички обратно убрать в коробочку, ну, либо просто счистить. И как раз вот эти углубления, которые создаются при помощи вот этих частичек, они и будут у клиента, там, пачка с тональным кремом, там, не знаю, когда она кушать будет, готовить, чем-то забиваться. Вот к этой поверхности она начинает цепляться. Поэтому клиента нужно предупредить, что периодически тоник для лица берём, влажную салфеточку, и протираем. Вот. Периодически протирать. И поверхность получается такого тёплой пашинировой ткани. Всё. Вот он, дизайн готов. Понятно, как это делается? Так, ну, давайте стемпинг нужно. То есть у неё стемпинг обещала, а в итоге стемпинг не показала. Так. Давайте возьмём вариант. Цвет нужен. Какой-нибудь спокойненький. Так, если я хочу поработать вот такими ширами кончиками, можно, в принципе, тоже взять серебро из коллекции новой. Где моё серебро? Номер 397. Здесь тоже, чтобы теперь украшения были видны, придётся вот это серебро делать матовым. Потому что читаться будет, скорее всего, очень плохо в этом случае. Очень красивый цвет. Офигенный. Номер 397. Сушим. Можно, в принципе, в центре нарисовать полосочку белую. На неё уже... А, всё. Сказали, вот Прага не выпускала эти краски, девочки. Да, краски выпустила в этом году только Россия. Но, скорее всего, блестящие, может быть, какие-то краски мы будем дальше выпускать. Но эмалевые, скорее всего, останутся только в классическом наборе. Классические цвета красок. Потому что очень низкие продажи красок. Гель-лаки все продажи перебивают. Вот. Поэтому, если выпускать краски будем, то только блестящие. Вот как, например, Happy New Year. Коллекция красок Ding Dong. Так, ну что, давайте беленьким, наверное, сделаем половинку. Так, сушим. Берём новогоднюю пластину. Так, где я её принесла? Вот, ну, здесь можно взять любой паттерн из этого. Давайте вот это, хо-хо, возьмём. Возьмём ку-ку. Белую красочку. Сейчас я посмотрю, я её хобби разбавила. Я вам рассказываю, что я с Кипра привезла свои лаки для стемпинга. И поняла, что у нас наш разбавитель для ногтей – это прям чудо для лаковых красок, для стемпинга. У нас, видимо, настолько высокая пигментация у этих красок, что разбавитель сильно, на самом деле, ну, как бы не испортил по плотности краски. А вы знаете, чем жиже краска для стемпинга, тем легче она отпечатывается. Если долго работаете, постоянно оно у вас открытое, она со временем загустевает. И уже когда пол красочки израсходовали, её становится, ну, как сложнее использовать. Я вот ещё, когда меня спрашивали, чем разбавить, я говорила, что, ну, теоретически краской, краску лаковую разбавить можно разбавителем. Тут другой факт, ну, какая плотность у неё станет. Вот, и у наших красок для стемпинга я поняла, что плотность хорошая сохраняется, консистенция классная. Вот, поэтому имейте в виду, разбавляем разбавителем Эми для лаков. Новогоднее в постоянном ассортименте, не знаю, сейчас посмотрим по продажам. Ага, всё будет упираться в продажу, потому что, вот, например, мы первые пластины, когда выпустили, из четырёх пластин Азия, например, она не вошла в постоянный ассортимент. Сейчас вот этот новогодний, ну, в принципе, он такой достаточно универсальный, базовый. Тут всё такое очень базовое. Скорее всего, да, чем нет. Так, всё, берём. Так, и... где мой скрабер? Так. Вчера, кстати, я вам стемпинга показывала, как работать со стемпингом с импастой. Кто помнит, разница большая при работе. Когда мы работаем краской лаковой, то мы делаем с перекатывающими движениями. Когда мы работаем гелевой краской, то мы делаем движения только перпендикулярные. Наносим... А, даже ничего не наносим. Здесь же у нас уже есть шармикон, для шармиконов Теклас. Мы его уже использовали. И возьмём как раз вот эти украшалки. Я очень люблю вот этот трёхлистник. Это тема, кто любит Ван Клифф. Да, там только четырёхлистник. Вот. А у нас трёхлистник. Это вот, кто любит вот такого плана украшения. Вот они очень хорошо подойдут для новогодних вечерних дизайнов. Это вот, кто не любит тематику рождественскую. Вообще просто прекрасно. И больше ничего не нужно. Стразики добавили. Если нужно цвет какой-то другой, можно... Раскрасить. То есть можно взять им пасту и раскрасить вот эти лепесточки. Либо джемти взять. Джемти прозрачный скоро будет. Потому что я тут всех с панталыку сбила. Сказала, что джемти есть уже на сайте. Оказывается, он в декабре приходит джемти. Всё, смотрите. Можно стразиками всё это украсить ещё. Предлагаю сделать просто глянцевый финиш. Всё-таки, чтобы гель-лак блестел. Вот этот красивый. Всё правильно. Патафикс называется. То, на что я клею. Стразики. Где мои стразики? Можно маленькие стразики посадить в центр цветочков. Вот. 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 может быть такое украшение на новый год может быть еще раз напомню сейчас что это за шермикон он всегда есть базовом ассортименте это номер 154 номер 154 и они здесь видите есть пола и без ничего есть вот с такой бензиновой фольгой так можно сделать какой еще вариант сочетании попробую успеть